здравствуйте вы смотрите программу диалоги самаре стал развиваться нового вид спорта воздушная силовая атлетика более того этот вид спорта планируется стать олимпийским и сегодня поговорим об этом и не только вместе с нашим гостем ну а сегодня в этой студии учритель федерации воздушно-силовой атлетики макаревич елизавета игоревна здравствуйте добрый день ну давайте поговорим об этом действительно воздушно-силовая атлетика что это за вид спорта когда он появился как он развивается и как это будет происходить у нас самаре ну давайте начнем с того что такое воздушно-силовая атлетика воздушно-силовая атлетика это как вы уже сказали новый вид спорта который включает в себя группу дисциплин таких как воркаут фристайл воркаут триборья воздушная акробатика И все, что с этим связано. То есть пилоны, кольца, полотно. И сама федерация действует уже достаточно давно. То есть она официально открыта с ноября 2016 года по всей России. И за это время она накопила достаточно большой и богатый, что самое важное, ценный опыт, благодаря которому спорт активно развивается в других регионах. То же самое, что касается нашей Самары. В нашем городе данный вид спорта тоже функционирует достаточно давно среди молодежи. То есть это обычные парни, которые занимаются на турниках. В нашем городе достаточно много площадок с турниками. Конечно, не с такими профессиональными, что касается федерации, то есть какие они должны быть при федерации. Но тем не менее, этот вид спорта уже практикуется давно. А сама федерация функционирует с 2019 года у нас в Самаре. И сейчас наша главная задача – это эту федерацию развить, привить как много больше молодежи. И на самом деле это же очень круто наблюдать, когда молодые парни занимаются спортом. И вот сейчас лето, была отличная погода. Ходишь там по той же самой набережной и смотришь, как мальчишки на турниках выполняют такие классные, необычные трюки. Ведь сама воздушно-силовая атлетика – это нелегкий вид спорта. Здесь очень важна и усидчивость, и уверенность, и настойчивость, и упорство. То есть все, наверное, те самые качества, которые должны быть в парнях, чтобы что-то сделать, ну какой-то трюк. То есть этими качествами необходимо ребятам обладать. И это очень интересно за ними наблюдать. Поэтому мы бы очень хотели, чтобы этот спорт дальше в Самаре продвигался, развивался. И наши ребята, которые есть спортсмены при нашей федерации, могли дальше обучать и тренировать других людей, детей. Ведь в этом спорте не только парни могут принимать участие, но также и девушки, также и дети, также и взрослые, у кого есть физическая нагрузка. Вот, поэтому... То есть правильно ли я понимаю, что вот федерация как раз помогает нашим спортсменам выйти на какой-то новый уровень? Не просто зрелищные труки в социальных сетях, да, показывать, а вот принимать участие в каких-то соревнованиях, добиваться каких-то спортивных результатов? Ну, конечно, как я уже говорю, что это не легкий вид спорта достаточно. То есть помимо того, ну, какой-то своей физической нагрузки нужно очень много заниматься, и чтобы держать равновесие, выполнить какой-то тот же самый трюк. Поэтому мы однозначно направлены на то, чтобы как можно больше людей умели этим заниматься, а наши спортсмены продвигались дальше, принимали участие в соревнованиях, улучшали свои физические какие-то способности, улучшали свое здоровье в первую очередь, потому что спорт, он однозначно на здоровье, что и дыхательная система должна хорошо работать, что и силовая нагрузка должна быть отличной, то есть ребята должны быть в форме. Поэтому этот спорт точно так же нацелен на улучшение качества жизни населения. То есть я так полагаю, что у нас, в принципе, уже есть команда в Самаре, да, то есть там есть участники этой команды, которые могут там пополняться или каким-то образом, то есть... Вообще в Самаре очень много команд, ребят, которые занимаются данным направлением, кто-то... Они по разным городам точно так же есть, в Тольятти есть замечательная команда, а при нашей федерации, да, безусловно, уже собранная команда, собранные спортсмены, замечательные ребята, и... А кто будет возглавлять эту федерацию, то есть действительно парни, допустим, могут, но, впрочем, не только парни, но и девушки обратиться, присоединиться, возможно, к этой команде, либо представить свою команду? Ну, на данный момент в нашей федерации идет оформление документации, где у нас будет новый президент, это Рамис Терегулов, наш, так скажем, мой компаньон, замечательный человек, и мы готовы с ним двигаться в одном направлении, и за ним идут наши спортсмены, то есть наши спортсмены любят Рамис, мне кажется, его любят все. Но это же не будет долгим процессом, вот, оформления документации, я так полагаю, что, наверное, уже все-таки есть какие-то планы ближайшие, когда либо осуществить показательные какие-то выступления, либо организовать соревнования. Обязательно, конечно. Во-первых, у нас ребята постоянно, у них есть свое расписание тренировок, где они показывают то, что они могут, плюс точно так же нас можно увидеть в социальных сетях, что они транслируют на все социальные сети, так скажем. Вот, а вообще у нас планируется, у нас есть своя дорожная карта развития, и впереди у нас планируется самое большое показательное выступление, но это даже больше не соревнования будут, а именно для того, чтобы донести для, ну, масса, что такое воздушно-силовая атлетика, что существует в данной федерации. Это наши спортсмены больше будут устраивать показательные выступления, где каждый сможет и присоединиться, где каждый сможет попробовать под руководством наших тренеров. И они будут обязательно, первые будут в сентябре, ну, то есть в октябре тоже будут обязательно, пока вот эти еще теплые деньки сохраняются, то есть это точно будет улица. Вот, поэтому эти мероприятия будут организованы на 100%, но с учетом больше рассказать о нас и показать людям, что такое воздушно-силовая атлетика, чтобы люди могли заинтересоваться и точно так же присоединиться где-то к нашей команде, где-то там заниматься нашими спортсменами. Ну, да, предвыксетили мой вопрос, как раз хотел сказать о том, что вот знакомство с федерацией дает возможность и другим спортсменам влиться в эти ряды и принять участие. Конечно. И, как мы сказали, не только парни и девушки, есть какой-то возрастной ценз, с какого времени можно заниматься и принимать участие? Ну, в возрастных ограничений нет, но, понятно, все зависит от своего общего физического состояния. Я недавно, знаете, тоже гуляла на набережной и наблюдала такую картину. Есть у нас один дедулечка, дедушка, такой заядлый спортсмен. То есть он уже в приличном таком возрасте, там не 50-60, не 70, а уже гораздо постарше. И точно так же он не выполнял какие-то невесомые трюки на этих турниках, вот на набережной стоит площадка. Но, тем не менее, он подтягивается, тем не менее, он попытался какой-то разворот-переворот сделать. И это же здорово, что и в таком возрасте люди тоже могут заниматься. Поэтому возрастных ограничений нет. Дети точно так же могут принимать участие, но все зависит от физической части человека. Ну, и плюс от своих каких-то индивидуальных способностей. От индивидуальных способностей, да. Но вообще, я думаю, можно что-то обучиться каждой. Это главное желание, поставить свои какие-то цели. И почему бы нет? Ну вот, возвращаясь к целям и задачам, это как раз, наверное, та история о том, что это все-таки популяризация здорового образа жизни в первую очередь. В первую очередь, конечно. Мы говорим об этом. И достижение спортивных результатов тоже немаловажно. Но то, что люди приобщаются к спорту любого возраста, и старшего, и младшего, это прекрасно. Но вот в этой связи как раз я и хотел спросить. Вот получается так, что мы уже несколько раз об этом упомянули, что на набережной, там, во дворе турники. Не получается ли так, что это сезонный вид спорта летом? Что дальше? Есть какие-то перспективы развития для того, чтобы соревноваться, для того, чтобы развиваться спортсменом? Будут ли залы или еще что-то? Обязательно будут залы, даже несмотря на сезонный вид спорта, на то, что есть уже площадки по воркауту. Где-то они стоят, где-то планируются по дорожной карте развития. Но также у нас есть площадка, которая транспортабельная, то есть ее можно перенести в любую часть области. Потому что очень много было соревнований в Тольятти по воздушно-силовой атлетике, и точно так же площадка перевозилась туда. Но у нас в планах как можно больше таких площадок, в первую очередь, по городу. Это, говорим, про летний сезон. А зимнее время года – это обязательно будут залы. То есть у нас тоже в планах открываем залы, где точно такие же будут турники. Именно по воздушно-силовой атлетике разработаны. То есть это какие-то специализированные? Специализированные, да. Обязательно специализированные. Это разработаны самой Федерацией по России. И также там разработана своя программа по обучению тренеров. То есть которая такая индивидуальная, нигде такой нет. И поэтому у нас в планах на зиму обязательно открывать залы, обязательно наполнять и насыщать их нашим специализированным оборудованием. Поэтому сделать так, чтобы этот вид спорта был не только сезонный, как на данный момент, а всесезонный. Тогда логично напрашивается следующий вопрос. Должен быть какой-то педагогический тренерский состав, кто будет обучать этих будущих спортсменов. Понятное дело, что сейчас на данном этапе парни уже умеют что-то делать. Они уже какие-то показывают. Возможно, они будут передавать свой опыт другим. То есть это будут какие-то специальные стороны. У нас сама Федерация спорта по России, вот наш основной президент Самоляков Павел, мы с ним постоянно обсуждаем дорожную карту развития, ставим какие-то планы, какие-то общие цели. И в любом случае наших тренеров будут обучать улучшенные, ну, лучших тренеров, а то профессионалов. То есть я говорю, здесь есть своя методика обучения тренерского состава, которая не с интернета откуда-то взята, а именно написанная и разработанная, что немаловажно, именно Федерация спорта по России, то есть воздушно-силовой атлетике. Поэтому где-то будут там обучаться. В любом случае, дальше все это в планах у нас планы грандиозные. Мы очень хотим развить этот вид спорта и хотим, чтобы это было достаточно массово. Что касается развития, вот вернемся к предыдущему вопросу в плане сезонности. Помимо тренировок в залах, подразумевается, что вот в закрытых помещениях в зимний период и весенний ранний также будут проходить соревнования? Обязательно, в любом случае. Вообще соревнования нужны спортсменам, как особая некая мотивация в любом случае, потому что невозможно постоянно, там, ты тренируешься, тренируешься, в любом случае хочется и показать наших тренеров, и показать достижения, и показать, что научились. Тем более наши парни, они постоянно усовершенствуются, что-то новое придумают, что-то новое покажут. Мальчишки, я говорю, у нас мальчишки молодцы. И этот вид спорта, вот, например, даже когда проходит соревнование в судейском составе, на что мы больше смотрим? На качество трюков, на качество исполнения, на какой-то индивидуальный какой-то подход, на выносливость обязательно. То есть парень должен быть сам по себе уверенным человеком, чтобы там занять какое-то призовое место. И когда он уверен, он знает, что он делает, и он показывает трюк, и трюк становится максимально чистым и качественным. То есть без падений, без всего, без тряски. Поэтому очень хочется, чтобы ребята могли показывать то, что они умеют. Поэтому как без соревнований? Соревнования, в первую очередь, мотивируют. То есть это какая-то такая и подготовка, и сам процесс, и достижение какой-то цели, достижение каких-то своих определенных целей, каких-то психологических даже. Вот да, я смог, да, я там молодец, вот я придумал, вот я показал. То есть помимо летнего периода, то есть и зимой точно так же обязательно должны быть соревнования. Вот опять-таки вы мой вопрос предусмотрели, я как раз о критериях судейства хотел спросить, вы уже об этом сказали. А что касается воздушно-силовой гимнастики, вот даже вспоминая воркаут, я там видел, когда вот парни, допустим, какие-то делают групповые трюки совместно. Здесь так же будет, либо это только индивидуально спортсмен показывает? Нет, групповые тоже так же есть. Но групповые, как мы больше говорим сейчас про индивидуальность все-таки, да, потому что у нас на самом деле команда не такая еще большая. Мы федерацию развиваем своими силами, да, там, за свои какие-то средства, и там, за свою мотивацию, за свои интересы. Вот, и поэтому у нас команда еще не очень большая. То есть у нас есть только костяшка. То есть она возможна, чтобы дополняться? Обязательно. И мы хотим на то, чтобы чем больше была команда, тем это же лучше, это лучше для всех. А как вы думаете в этой связи, что, на ваш взгляд, нужно для популяризации вот этого спортивного направления? Ну, если быть очень честным в данном вопросе, как я уже сказала, эту федерацию мы продвигаем сами. То есть мы как бы и денежные средства свои вкладываем, да, то есть мы хотим, чтобы ребята занимались, мы хотим улучшить качество жизни молодежи в первую очередь, чтобы спорт был на первом месте. Потому что у меня точно такой же маленький ребенок, мальчишка, и мне гораздо было бы приятнее смотреть на то, что когда мой парень подрастет, да, там, до возраста 16-20 лет, вот в этом промежутке, он не будет безнадежно где-то просиживаться, а будет заниматься спортом. Не важно, какое бы он направление, не выбрал. Даже если он выберет эту воздушно-силовую атлетику, то хотелось бы, чтобы вот молодежь именно вот в этом направлении. Это здорово, это классно. Вот, поэтому мы развиваем все своими силами. И, конечно, нам в каких-то моментах хочется небольшой поддержки хотя бы от правительства. Где-то там в соревнованиях помочь, где-то с теми же самыми площадками помочь. То есть вот чтобы максимально добиться какого-то желаемого результата, нужно, наверное, чтобы еще кто-то... А вот в этой связи как раз я вот к этому и веду. Мы в начале программы сказали о том, что, возможно, этот вид спорта будет олимпийским. И вот сейчас на данном этапе не исключено, что именно ваша федерация будет воспитывать этих олимпийских спортсменов. И именно Самарская земля даст возможность проявить себя на таком вот высоком уровне. Это же вполне вероятно. Конечно, вероятно. Не то, что вероятно, а по-любому так будет. Вот, мы к этому движемся. Я так думаю, что и партнеры, и те, кто захочет поддержать, понимают, что вкладывают не только в популяризацию здорового образа жизни, но и в настоящих спортсменов, которым можно гордиться, которые будут побеждать. И я почему-то уверен, что эти достойные парни уже есть у нас в Самаре. Как вы думаете? Есть. Это в нашей команде, конечно. Нет, у нас есть ребята, да. Я говорю, у нас спортсмены, мальчишки молодцы. Подытожим наше общение. Итак, воздушно-силовая атлетика. То есть она развивается, она набирает обороты. И возможно, что действительно кто-то из участников присоединится, кто-то с опытом, кто-то начинающий и может этому обучиться благодаря профессиональному подходу тех, кто будет их обучать. Правильно я говорю? Да. Отлично. Ну и в завершение нашей программы несколько слов пожеланий. Те, кто смотрит нас в эту минуту, те, кто заинтересовался, возможно, и те, кто хочет уже прийти, куда прийти, кому обратиться. Все, кто заинтересовался данным видом спорта, мы будем только рады видеть в нашей команде. Вы можете найти нас в социальных сетях. Воздушно-силовая атлетика по Самарской области, она так называется. Писать туда мы всегда готовы к диалогам. Мы будем очень рады видеть вас в нашей команде. И неважно, парень ты или девушка. Ну и, наверное, стоит опомнить о том, что там же будет информация, когда будут ближайшие соревнования, показательные выступления. Там, естественно, как положено, мы занимаемся продвижением социальных сетей. И все как должно быть. Все будет и в тренировке, расписании, и когда будут соревнования. Просто на данный момент к показательным соревнованиям мы начали подготовку, мы готовимся, и конкретных дат у нас на данный момент нет. Но они будут обязательно в любом случае. И то есть это будет, ну я считаю, и я думаю, что моя команда меня поддерживает, это будет достаточно масштабное мероприятие с привлечением большого количества людей. Поэтому все даты мы, естественно, будем оповещать только ВКонтакте. Спасибо большое вам за это общение, потому что я надеюсь, что оно было не только интересным, но и, главное, познавательным и полезным в том числе. Удачи вам, успехов и спортивных достижений. Спасибо. Это была программа «Диалоги». Мы встретимся с вами ровно через неделю. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!